Прием абитуриентов продолжается. Министерство образования сообщает, что основная сессия зачисления высшеучебных заведений страны завершилась и для заполнения свободных мест в вузах. На этой неделе стартовала дополнительная приемная сессия, которая продлится до 26 августа. Занять вакантные места, а тем более, что еще можно попасть на бюджет, поспешили десятки выпускников, которые по различным причинам не смогли этого сделать раньше. Я думаю поступать на ИНЯС, в частности, английский и немецкий. Моя мечта с детства – работать в области, где я бы могла взаимодействовать с людьми по всему миру из разных стран. Надеюсь, что будет хороший коллектив, что будет достаточно интересно в учебном процессе. У меня очень большие ожидания. Думаю, эта область для меня подходящая. Впервые все места на математическом и педагогическом факультетах в Молдавском госуниверситете заняты. И это не может не радовать, учитывая нехватку учителей в нашей стране, говорит проректор этого учебного заведения. При этом, по ее словам, в вузе есть еще 120 свободных мест. У нас еще есть бюджетные места по некоторым специальностям – биологии, химии, физике, румынскому языку. И мы с нетерпением ждем кандидатов. Студентов привлекает возможность получать стипендии, пособия и бесплатное проживание в общежитии в определенных ситуациях. В государственном университете действует программа мотивации молодых людей, педагог будущего, чтобы тем, кто приходит на педагогические специальности, предоставляли бесплатное проживание в общежитии. А если они не попали на бюджетное место по этой специальности, университет также предоставляет именную стипендию. По-прежнему в госуниверситете достаточно востребованы такие специальности, как право, экономика, журналистика. И если на некоторые факультеты студентов принимают со средней оценкой 5, то сюда даже с восьмеркой пройти окажется трудно. Все 30 бюджетных мест по специальности права уже заняты. В этом году главный вуз страны предоставил в общей сложности 820 мест для абитуриентов. Конкурс на оставшиеся свободные уже начался 16 августа и продлится 10 дней. Между тем, Минобразование объявило итоги первого этапа по приему в вузы, по результатам которого осталось около 1000 бюджетных мест. Наиболее востребованными оказали специальности права, бизнес и администрирование, финансы, дизайн, информационные и коммуникационные технологии, медицина, стоматология. Попасть на бесплатное обучение еще можно на физмат, точные науки, экологию, педагогический факультет, а также инженерию и сельское хозяйство. В ходе основной сессии прием на первый цикл высшего образования был организован по 169 специальностям. Предложено более 5000 бюджетных мест в 16 государственных высших учебных заведениях и 8 частных. Продолжение следует...